Всех приветствую! Я нахожусь на пересечении улиц Балкарска и Хуранова. Впереди здание МФЦ. Справа от меня небольшое, но очень уютное заведение, которое называется Кофе.ком. Но перед тем, как туда отправиться, я хотел бы поблагодарить Заура К. Фамилию, к сожалению, не знаю, который оказал мне финансовую помощь. Под каждым роликом в описании указан номер Сберкарты. Вы также можете отметиться. Не забываем передавать за проезд. Сейчас мы направимся туда и поговорим с прекрасной женщиной Фатимой. Фатима, рад видеть. Добрый день, как твои дела? Добрый день. Замечательно. Мы как-то... Рад вас видеть. Взаимно спасибо. Мы как-то снимали здесь видео, но, к сожалению, качество было не очень. Решили повторить. Многие интересуются. Покажите, расскажите. Ну, тем более, у вас такой прекрасный, великолепный кофе. Да, у нас очень хороший кофе. Хотелось бы немножко кофе. Я честно скажу, я кофе не фанат кофе. Ну, безразличен к нему абсолютно. Даже не разбираю, где там, значит, растворимое нет. А я фанат кофе. Вот поэтому... Давай об этом, Фатима. Да, я вот тут немножко подготовилась. Да. Кофе насыпано, залито холодной водой обязательно. Я люблю с сахаром. Ну, если не говорят специально, то я всегда немножко сахара добавляю, потому что он раскрывает вкус. Пукет кофе раскрывает. Варим мы кофе только арабику. Арабику? Только арабика. И... Ну, я из своих предпочтений схожу, поэтому только итальянская арабика. Для кофемашины берется смесь. Кофемашина – это всегда напитки с молоком в основном или с водой. Поэтому здесь должно быть кофе более крепким. Оно должно добавлять робусту. Робуста – это более технический сорт кофе, который дает горчинку, кислинку. И оно пробивается через молоко и дает богатый вкус. Для турочки подходит только арабика. И причем помол очень в пыль. Для того, чтобы раскрылся кофе, оно должно быть как в пыль помолота. Поэтому у нас даже кофемолки разные, чтобы не перенастраивать каждый раз. Я вам сейчас покажу кофе, как же варим. Это... Этот кофе растворимый или не растворимый? Нет. Я не разбираюсь. Это зерновой. А, зерновой. Мы только молим. Мы никогда молотый кофе не берем. Я не разбираюсь. Я просто... Для зрителей. Для зрителей абсолютно... Ну, для банатых кофе растворимый я тоже пью, когда я нет ничего. Но плохой молотый, лучше, чем хорошее растворение. Понял, понял. Здесь у нас песочница наша знаменитая. Очень крутая песочница. Здесь насыпаем кварцевый песок. Не простой. Не то что в песочницах, а именно кварцевый песок. Вы его привозите, заказываете? Я заказываю. Раньше где-то искали, кто-то находил, а сейчас просто на озоне, на авито заказываю. Не на авито, а на валберрис. И вот сейчас привезли 5 килограмм. Хватит. Хватит. Потому что хочешь, не хочешь, кофе может сбежать. Там организму образуются такие карточки. Мы их выкидываем. И каждый раз кое песок подсыпаем, чтобы он был свеженьким. Ну, не свеженьким, а чтобы хорошо работал. А почему именно кварцевый? Обычно не пойдет. Обычно вообще никак не пойдет. Почему? Он издает запах, горит, акварцевый песок. Он передает температуру турочке и дает медленное нагревание кофе. Почему в песке предпочитается? Потому что это дает, обволакивает. Вот смотрите. Песочек горячий. Я его вот так подсыпаю. И кофе медленно. Для того, чтобы букет кофе раскрылся, оно должно медленно созревать. Как бы температура должна набираться медленно. Поэтому. Ну, в принципе, когда нету, допустим, песочницы такого аппарата, я на газу. Можно и на газу. Да, на медленном газу. В принципе, особо. Главное медленно делать для того, чтобы... И очень важно, чтобы турочка была правильная. А что значит правильная турочка? Правильная турочка, это когда у турочки есть талия. А, талия в корсете, да? Да, талия в корсете. Вот смотрите, я тут поставила турочку одну. У нее тоже есть талия. Но не в корсете. Ну, в принципе, и это пойдет. Я предпочитаю медные турочки. У меня целая коллекция турочек. Ну, мы подойдем попозже, да, покажем. И... Да? А, вот самое главное, что турочка должна равняться чашечке. Чашечка должна... По объему ты имеешь? По объему. Нельзя в большой турке варить немножко кофе. Это не будет в кофе уже. А в чем секрет вот такого вкуса, я не знаю? Кофе. Хороший кофе. Хороший кофе. Я имею в виду... Хороший кофе. Хороший кофе. Кварцевый песок обязательно. Хороший песок, да. Турочка в корсете. Хорошая турочка, кварцевый песок. Но можно и на газу, не криминально. Но мы обычно этот аппарат туда уносим, потому что он греется, особенно летом тяжело посетителям. Мы уносим туда, бывает, когда мы большой заказ на газу варим тоже, включаем из каких-то этих. Турочка. Самое главное кофе. Ну и душа, наверное, душ много в колбе. Ну душа, да, конечно. Без нее никуда. Но хороший кофе, холодная вода хорошая, турочка правильно и помол правильно. Помол? Да, очень важен помол. Когда грубый помол, вы не сварите хороший кофе. Понял. Сейчас развелось очень много любителей кофе. На каждом шагу эти кофейни. Молодежь особенно. Да, да, да. Сейчас прям культура кофеин. В чем секрет, я не пойму. Почему они чай не пьют, дома не сидят, компоты домашние. Ну, сейчас вообще время другое. Время другое. Многие выходят пообщаться. Чтоб так не гулять, сели в кафе. Вкусный кофе дорогой. Ну, кофе-машина. В основном сейчас кофе-машина. Поэтому я начала рассказ про кофе для кофе-машины, потому что там тоже не во всех кофейнях вкус хороший. Кофе. Когда правильный бариста грамотный, он выбирает, или хозяин, который понимает в этом, и он выбирает правильный кофе. Антураж. Там тебя обслуживают. Вы сидите в красивой обстановке, разговариваете о жизни. Сейчас не модно пить спиртные. Сейчас модно пить кофе. Ну, кофе много ж не выпьешь. Много не выпьешь. Не, много не выпьешь кофе. Или выпьешь. Я не знаю. Я не пробовал. Ну, я в день выпиваю. Наверное, вот такие небольшие. Наверное, четыре штуки. Ой, на сердце не влияет. Ну, я кофе-ман со стажем. Кофе-ман со стажем. Я с 16 лет пью, ну, только кофе-чай. Я практически, не знаю почему, но я не ценитель чая. Хотя я против тех, кто любит чай, ничего не имею, но я люблю кофе. Ну, хороший кофе в Турке, это тоже большая редкость. Потому что кофе где-то варят, но это редко варят в Турке. Часто берут турецкий. Кофе тоже имеет право быть. Но я не ценитель турецкого кофе. Поэтому я пью итальянский кофе. Итальянский. Что я сама пью, то мы и продаем. Я знаю, что у тебя очень много клиентов, постоянных посетителей, именно на кофе приходят. Очень много. Вот именно на кофе по высотушке. Именно на этот кофе. Ну, вкус. У него богатый вкус. На такой кофе, да? Кофе карамельно-ореховый привкус. Послевкусие. Кофе почему важен? Потому что он передает, как сказать, солнце, культуру, где он вырос. Это очень важно. Вот кофе уже сварилось. Сколько времени уходит? Ну, на песочнице минуты пять. Турочка медная. Есть алюминиевые турочки, там гораздо быстрее. Но я не ценитель алюминиевых. У меня тоже есть. Когда мы на выезде работаем, мы на алюминиевых. Потому что очередь образуется. Некогда. Там же площадь маленькая, и надо быстро сварить. А так это... Мы подаем вот так вот прям. Мы подаем вот. Вот так. Это холодная вода на стакане? Холодная вода. Кофе. А вот это что за конфеты? Это шукаты. Ананасовые шукаты. Обязательно? Бывает гизы кладем. Бывает конфеты. Бывает шукаты на любителя. Но у вас шукаты все любят. Мы берем вот поставила. Берет человек и наливает себе кофе сам. Я могу и больше налить, но потом остаточек долить себе. Два-три глоточка кофе и глоточек воды. Для чего? Для того, чтобы освежилось послевкусие. После воды кофе более ароматно выглядит. Поэтому холодная вода дай подается. Хотим, а так красиво говоришь, что не знаю, может быть на кофе перейти. Конечно. Вот так. Благодаря вашей передаче очень много людей приходило к нам. Да, после первого ролика. Да, они говорят, мы увидели вас в ютубе. Я очень благодарна вам, потому что они искали, мы говорим, еле нашли вас. Вот они искали нас, нашли, пришли. И вот. И они были кофем очень удовлетворены. Я поэтому вышел на улицу, чтобы показать вас со стороны. Подчеркнул, что там МФЦ находится. Вы рядом здесь. Значит, пересечение улиц Балкарской и Хураново. Хураново. Да, вход Хураново. Балкарская 4, официальный адрес. Официальный адрес. Значит, всем сюда, кто действительно фанат кофе. Смотрите, кофе я беру арабика определенного. Не вся арабика, она разная, ее много. Если я беру кофе, допустим, одного вида, оно даже меняется время года, в течение года этот вкус может быть разным. Почему? Год созревания, какая погода была, как поливали, или какие дожди шли. Очень сильно от этого зависит. Если мне кофе, допустим, не понравилось, ну вот я сделала себе, сварила кофе, и мне привкусно, но чего-то не хватает. Я беру другой сорт кофе, и добавляю, то есть сделаю купаж, купажированный кофе, для того, чтобы этот баланс сохранялся вкусовой, красивый. Поэтому, у вас в семье все любят кофе так, как ты его любишь? Мои дети не пьют кофе. Молодцы какие! Вообще, хотя они мне, я из детства научила, у меня прям мания была их научить, они мне варили по утрам кофе. Сын мой вообще умудрялся есть кофе. Еще очень важный кофе, если он постоял долго, он теряет свои вкусовые качества. Не покупайте кофе впрок, или хотя бы, если вы купили, уезжайте, положите в морозилку. Потому что эфирные масла кофейные, они прогоркают и ужасный вкус получаются. Даже если кофе шикарный был, он со временем превратился в кошмар. Муж как относится к этому напитку? Ну, он просто наблюдает за... Со стороны. Наблюдательство! Он только чай пьет, изредка пытается увидеть, что я пью тоже, а потом у него там головные боли, поэтому не все кофе переносят. Есть, которые переносят только растворимый кофе. Есть, принципиально приходят именно на мой кофе, именно пьют хороший, крепкий, ароматный кофе. У меня крепкий, ароматный кофе. Крепкий, ароматный кофе. Значит, к тебе идут не только покушать ваше кафе, но и именно на кофе. У нас много выпечки, пряников. Я человек увлеченными, все время придумываем что-то там, то пряники, то маршмеллоу, то что-то там мы изготовляем, весь коллектив меня поддерживает. Особенно то, что помоложе, говорит, что мы будем сегодня делать, то тесто на прянике, то еще что-то делаем. Гастро-волонтеры такие, то выезжаем с кофейными шоу куда-нибудь на свадьбу, то мы на фестивалях участвуем. И здесь нальчики стали проводиться в фестивале тоже. Я знаю, что ты ежегодно бываешь в Питере, в Санкт-Петербурге, где проходит какой-то фестиваль. Есть такой фестиваль Мир Пряника. Он проходит под эгидой как народное ремесло под крылом Путина. Это проходит программа творческих ремесел развивается. И вот наш фестиваль Мир Пряника, который проходит ежегодно в Питере со второго по 10 число, приобретает большие размахи. В этом году нет, нет, в прошлом году получается, декабрь был. Участвовал, записывал трое человек, участвовал уже двое человек с нальчика. Вот Олесенька заняла первое место там среди профессионалов. Олесе безумово. Вот она молодец, да. Ну, нальчанка это. Она просто талантливая. Она в профессионалах участвовала, я участвовала просто в мастерах, потому что у меня уровень такой, народный. Любительский. Любительский, да. Еще записалась одна девочка, но не смогла по своим причинам приехать. Так что уже трое с нальчика было, я рада была этому очень. Так, Фатима, давай покажем твою продукцию. Да. Я заранее попросил Фатиму вот на этом столике кулинарные шедевры ее выставить. Это наши пряники имбирные. Имбирные? пряники имбирные вот такие у нас. Которые ты делаешь самолично, сама все своими руками. конечно, Это все мы делаем. Вот смотрите, вот это 3D-модели. Я делаю домики, 3D-модели. Это мастиха. Можно было сюда, конечно, посадить кого-то, но просто это уже образец, который не съедобный, потому что все трогают, смотрят его, на подарок берут. Так это кроватка съедобная? это все съедобная. Вот смотрите, какой подарочек сувенир можно сделать в виде домика на чашечку. Тоже сама, Все сама? Конечно. И вот это замок тут. С чего сделать? Да, посмотрите, замок это картонажные работы. Посмотрите в интернете, что это такое. Есть картон подходящий для работы. Ну, вот это из картона. Это мы уже лет 15 замком. И вот я к открытию кафе делала кофемолочку такую. Это из материала, который самоотверждающаяся глина. Глина? Да. Самоутверждающая? Самоотверждающая. Ну, она со временем Раньше я вообще делала соленого теста. Я делала всякие сувениры, давила, всякие картиночки. Ну, все время желание что-то вручное делать. тарелочка. Тарелочку расписывали, ездили на мастер-класс, где-то вот я ее себе подарила, я ее написала. Фатима написала. Специальная краска, если бы я ее обожгла, можно было бы ей пользоваться как бы в быту. Ну, я ее не стала обжигать, просто как картинку красиво оставила. И вот эти часы, я знаю, что это тоже дело твоих замечательных пруд. Попросила мужа, я по-моему о них рассказывала уже, попросила мужа, у меня дерево выпилил, деревяшки с глины самоотверждающейся, циферки. Покрасила но они не съедобные, не съедобные. Не, 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 это не съедобные. Я уже тут прицелилась, не знаю, люлька или, значит, часы. Золотые руки на самом деле. Кто ты по образованию, Фатимина? Какая у тебя специальность? Я инженер гидротехник. Гидротехник, боже мой, ну, работала по специальности? Работала и в аспирантуру поступила даже. Я сдавала экзамены минимум, такой гидротехнический университет. Но приехала, замуж вышла. Муж сказал, все, хватит заниматься плотинами. Понятно. Да, конусный затвор. Он до сих пор издевается на эту тему. Ну, давай тогда переключимся на кухню. Я знаю, что у тебя чисто домашняя кухня. Чисто домашняя кухня, продукты мы привозим с утра каждый день. Ну, большая польза посетителям в том, что мы маленькие. Мы не можем заказать много, заморозить, законсервировать. Мы берем каждый день немножко, сами мясо крутим, сами все. Повар замечательный у меня, мы столько лет вместе с ним. Вообще, мне все время это второй коллектив, первый тоже был замечательный. Ну, ротация идет. Мне все время везет. Тебе на людей везет. Очень, очень везет. Но мы меню обеденное сюда вывесили. Вот это минимум, да? чтобы ближе, человек далеко плохо видит. Ну, можно. Что-то закончилось уже, после обеденное время. Борща не вижу, борща. Да, борщ все любят, борщ просто... Почему его нет в списке? Первый заканчивается. Пойдем. А? Быстро заканчивается? Ну, сейчас... Борщ тоже на заказ? Или ты вот как бы планируешь? Мы начинаем спрашивать борщ-борщ. Два-три раза спросили, мы сегодня готовим борщ. Мы не каждый день прям все готовим. Нам хочется меняться, мы каждый день что-то новенькое придумываем, что-то изобретаем. Вот такое мы все время... А борщ какой? Красный или зеленый? Красный. Вот сейчас на той неделе будет зеленый борщ, будет окрошка. Надеюсь, потеплеет, уже окрошка появится. Пойдет это дело все, да? А вот из национальных блюд что-нибудь такое? Хычины там, не знаю. Мы делаем хычины, длины, но сейчас уже больше под заказ, потому что началась стройка людей не так много. Мы делаем под заказ, звонят, заказывают, мы делаем и пироги, и длины, и по-аджарски, и по-неаджарски. И по-неаджарски. То есть, я так понимаю, что у вас любое блюдо можно позвонить, заказать, и оно будет... Да, заранее заказать, что мы... У нас очень много заказывают на свадьбу бывает что-то такое, на раздать напоминки что-то заказывают, бывает на дни рождения, бывает... Ну, на вынос очень много тоже уходит. Доставка? Доставки у нас своей, к сожалению, нет, мы пользуемся Яндекс. Доставка, или кто-то... Ну, или сами забирать. Понятно. Ну, это не проблема для тех, кто хочет. Он найдет способ доставки. Они с удовольствием и сами доставят. Да, все равно. сами себе доставят. Так, Балкарская 4, напоминаю. Телефон есть в интернете. Да. Кофе. Ком вбиваете. Да, и там телефон. Мобильный мобильный номер, да? Да, да. так, что еще мы... О чем ты еще хотела бы сказать, может быть, я не спросил у тебя. Поделиться, похвастаться. Скворечник тоже ты сделаешь? Нет, скворечник муж делал. Муж делал. Вот, внес лепту все-таки, да? не зря, не зря, не зря он у тебя... Ну, у меня коллекция есть. Вот, похвастаться, да, мы сейчас, вот, чуть не забыли, чуть не забыли, очень симпатичные турочки. Что-то из Турции привезено, что-то из Петергорска, что-то из Турции, ну, из этого, как его называется, с Еревана что-то приезло. В Ереване тоже было, А? И была в Ереване? А, к сожалению, А кто привез? В Ереване не была. Вот эти абхазские турочки алюминиевые палочкой. С Дагестана вот это приехала кофемолочка. Да, кофемолочка с Дагестана. Вот, смотрите, наверху, вот там вот стоят. Да. Вот это турочка в стиле стим-панк сделала моя одноклассница. Это которая? Посередине? Нет, лев вот этот. А, вот здесь вот, да? Нет, это носорог, это питерская турочка. Носорог, лев, вот большая которая, да? Ну, большая это замок, который принесел в Австрии моим папой лет 30 назад. Ой, у вас тут прям... Это шкатулка на бутылках. Шкатулка для бутылок? Такое даже есть. Да, 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 шкатулка для бутылок. Когда бутылочку туда достаешь, там включается механизм и играет музыка. Вот это да. Я вон вижу в меню каши у вас. Каши есть у вас? А завтраки, да. Каши овсяные у нас... Манка есть? Манка, манка. Манка? Манная каша. А, конечно, с вами. Сколько стоит? Все по 70. По 70 рублей. Тарелка каши 70 рублей. Ну, туда кусок масла, я надеюсь, да? Кашу маслом не используется. масло, кусочек хлебушка. Хлебушек... Похватывается хлебушком, почему мы сами это делаем. Да. Вот, это ваш хлеб? Нет, ну, выпечка наша, Выпечка ваша. А что за хлеб? Каким хлебом ты хочешь? Он сейчас есть у тебя? Сейчас я пьюсь. Пожалуйста, я пока вот покажу эти, значит, выпечку. Выпечка, выпечка. Ну, это меню старое, по-моему, да, Фатима? Это старое меню, здесь сейчас и цены поменялись. Я пока сюда зайду, покажу. Повторюсь, что кафе небольшое, но очень уютное. В спокойной обстановке можете посидеть, посмотреть телевизор, бокс, например. Скоро, кстати, будет... Так, что там у тебя? Вот, посмотрите, какой у тебя хлебушек. Так, давай вот туда, чтобы это посветлее. Это булочки или хлеб? Хлебные булочки. Хлебные булочки. просто простой, оболочный, но очень вкусный хлебушек. Еще мы делаем черный хлебушек, просто сейчас он закончился, с углем активированный. С углем черных хлебушек? активированный уголь. У вас тут вообще золотое гастрономическое дно, приходи, все есть, душе угодно. Допустим... Вафли очень любимо жарить. У нас вательница, мы вафли жарим, венские. Сами, рецептура своя, сами замешиваем тесто, сами жарим. У нас вафли, все для этого и есть. Но уже вафли сели, наверное, да? Вафли остались. Сейчас пожарим. Не, не надо, я имею в виду, если есть, покажите. Нет, к сожалению, нет. Но они будут. Оставим интригу, интригу оставим, кто захочет прийти, попробовать вафли. Так, что еще? Каши есть, борщи есть? Борщи есть, блинчики, очень часто бывает, с творогом, с мясом. Но это тема, это хорошая тема, да. Запеканка, запеканка, блинчики. Очень вкусные, сырники, мы сами делаем тоже, очень вкусные сырнички. Омлеты у нас очень вкусные, булочки с творогом, булочки с миндальным кремом и миндальным лепестками, с маком, с корицей. Ну, ассортимент очень большой, выпечки. Просто мы в один день много не делаем, что-то выборочно одно делаем, потом другое делаем. Ну, ждем окончания ремонта, она ее есть, дорогу сделают. К сожалению, здесь сейчас ремонт, ну, я, наверное, долго не буду, там же поликлинику открывают. Там поликлиника открывается, первая, говорят, она сюда переедет. У вас прибавится клиентов. Надеемся. Надеемся. Фатима, большое спасибо за рассказ. Пойду домой покушаю, слюни уже текут, не знаю. Зачем домой? Да я шучу, спасибо. Побольше вам клиентов. Спасибо большое. Было очень приятно в очередной раз тебя увидеть, побеседовать. процветания вашему кафе. Спасибо огромное вам. Дай Бог, чтобы ваши слова до Бога в душу.